Уже при первом знакомстве стало понятно, что Lada X-Ray это такое Рено в вазовской шкуре. Для того, чтобы оценить, насколько эта шкура меняет характер поведения автомобиля, его восприятие водителем и пассажирами, мы взяли Renault Sandero Stepway, еще один автомобиль, который лишь претендует на звание кроссовера, таковым не является. И приехали на Дмитровский автополигон, провели серию замеров, подняли машины на подъемники, оценили их снизу, провели серию замеров багажников, сидений, в общем, все, что мы делаем при наших обычных измерениях. И теперь готовы рассказать обо всем этом. Проведя измерения в различных точках под кузовом автомобиля, мы выяснили, что наименьший клиренс это как раз по центру под силовой металлической защитой. Здесь 191 миллиметр, то есть всего на 4 миллиметра отличается от заявленных производителем 195. Очень приятно, что вот эта вот металлическая защита установлена сразу на автовазе. Можно предположить, что она оптимизирована еще и по тепловому балансу подкапотного пространства. Для оценки геометрической проходимости важен не только дорожный просвет, он, кстати, на Renault Sandero Stepway на 5 миллиметров больше, но еще и углы въезда-съезда, то есть насколько легко автомобиль в какой-то крутой подъем въедет и съедет с него. Так вот, оказалось, что Lada въедет легче, поскольку у нее угол въезда 20 градусов против 17 у Renault Sandero. А съедет, наоборот, легче Renault Sandero. Задняя подвеска традиционная схема. Скручивающаяся балка, причем балка выполнена с некоторой арочностью. По центру она отстоит от земли чуть больше, чем по краям. Это хорошо при движении по глубокой колее. Ну а теперь посмотрим, чем отличается подвеска X-Ray от своего прародителя. То есть какова схема на автомобиле Renault Sandero, Sandero Stepway в нашем случае. А на Sandero балка прямая, пружины имеют немножко другую конструкцию, они с подвитым витком внизу. Амортизаторы крепятся к круглого сечения трубам. Там оно было немножко приплюснутое. Но самое главное, что здесь уже колея на целых 37 миллиметров. Это с точки зрения устойчивости и управляемости существенная разница. На Renault впереди видимых отличий нет. То есть здесь такие же стойки MacPherson, такая же силовая металлическая защита. Причем по профилю она один в один такая же, как на X-Ray. И даже диаметр стабилизатора поперечной устойчивости такой же 25 миллиметров. Проведя измерение объемов багажников по методике авторевю, делается это методом засыпания шариков до уровня полки. Мы определили, что багажник на X-Ray на 34 литра больше. Его абсолютный объем у нас получился 393 литра. И это при том, что в подполье, так же как и на Renault, здесь уложено полноразмерное запасное колесо. Еще один плюс Lada X-Ray в том, что у нее погрузочная высота на 70 миллиметров ниже. То есть перетаскивать чемоданы вот через эту металлическую, к сожалению, тоже царапающуюся поперечину будет легче. А теперь Андрей Мохов, наш эксперт-приборист, монтирует оптический датчик для того, чтобы можно было оценить динамику разгона автомобиля и эластичность на динамометрической дороге автополигона. К счастью, эти замеры мы выполняли в другой день и дорога была сухой. Поэтому мы получили весьма достоверные цифры. Так, Lada X-Ray разгоняется до 100 километров в час за 12,3 секунды. Renault Sandero немножко отстает. 12,7 секунды. А теперь вернемся к субъективным оценкам ездовых свойств на зимних покрытиях. Sandero Stepway. Сиденец оставляет желать лучшего. Руль вроде бы ничего хваткий, но при повороте его приходится прикладывать достаточно большое усилие. Сейчас я стою на скользком покрытии, под колесами снег, и казалось бы, руль легко должен крутиться одной рукой, но я еле-еле его проворачиваю одной рукой. Это известная проблема. Ее знают и водители Лаганов, и Дастеров. Вот этот гидроусилитель, которым комплектуются эти автомобили, он, к сожалению, не обеспечивает достаточного усиления при вращении руля на месте. Да и в движении, честно говоря, реактивное действие не настолько хорошее, как хотелось бы. По динамике разгона 102-сильный мотор. Ну, в принципе, его достаточно для поддержания скорости. Где-то на дорогах можно выходить на обгон, но... Когда движешься по городу, то все же динамики не хватает. Приходится крутить двигатель до 4-х, до 5-ти тысяч, чтобы держаться в динамичном московском потоке. А там уже достаточно громкая его работа. И вот эти вот нотки громкие, они, конечно, раздражают. Особенно, когда едешь в дальней дороге. Одно из основных достоинств автомобиля Рено, будь то Сандера или Логан, это плавность хода. Вот сейчас я выехал на специальную булыжную мостовую, которая на Дмитровском автополигоне используется как для ресурсных испытаний, так и для оценки плавности хода. Разогнался до скорости 60 км в час. Да, билочки немножко дребезжат, но острых ударов я не ощущаю. Раскачка. Ну, достаточно плавненько идет автомобиль вот на какой-то длинной волне. В общем-то, держать такую скорость на неровном проселке или же на булыжной мостовой, хотя таких булыжников уже в России практически не осталось, можно спокойно, можно быстрее ехать. В X-Ray другой стоит усилитель. Здесь электрогидравлический механизм. И работает он получше. То есть легче крутить рулем на месте в режиме парковки. Хотя тоже такое усилие достаточно вязкое. Ну, нельзя сказать, что очень уж комфортное, приятное. Разница в динамике, конечно, ощутима. То есть X-Ray немножко быстрее. Хотя проведенные замеры показали, что в разгоне до сотни он выигрывает едва уловимые 0,4 секунды. Но в штатных режимах езды все же Lada предпочтительнее. То есть вот этот вот ниссановский мотор, он более моментный. Его не надо крутить так, как приходится крутить двигатель на Рено. Особенно, когда двигаешься в городе. И на трассе, приходя на обгон, чувствуешь себя чуть увереннее. К сожалению, эти преимущества тают в органах управления. То есть такой же расхлябанный, запинающийся при переключениях передач рычаг, такие же ватные аморфные педали, малоинформативная педаль сцепления. Это, конечно, размазывает впечатление от автомобиля. Я сейчас выруливаю на тот же самый булыжник, разгоняюсь до тех же самых 60 км в час. И ощущения, конечно, не столь приятные, как в Рено. То есть здесь неровности острее воспринимаются. Мне приходится повышать голос, чтобы говорить, поскольку это озвучивается громче и подвеской, и внутренним дребезжанием панелей. Наверное, предъявлять претензии к качеству сборки рановато, машина все-таки предсерийная. Но к плавности хода мы уже можем предъявлять претензии, поскольку именно такая подвеска будет в серии. Что касается управляемости, ну, по чувству автомобиля, что там, что здесь примерно одинаково. Информативности все же не хватает. Система стабилизации также работает одинаково. Настройки примерно те же. То есть, вот сейчас я держу газ в полу, достаточно глубокий снег. Автомобиль не развивает больших оборотов, не разгоняется, потому что электроника душит двигатель. Но при этом машина идет по траектории, заданной рулем. Достаточно безопасно. Естественно, не азартно, поскольку я не могу. Нету никаких кнопок, которые бы отключали систему стабилизации. Так что тем, кто собрался на этих автомобилях выезжать куда-нибудь на ледяные покатушки, на трассы, они будут разочарованы. Подошли к концу наши испытания. Как и предполагалось, автомобили очень близки по своим ездовым свойствам, по своим потребительским свойствам. Да, у Лады побольше багажничек, у нее получше двигатель, она потише. Но Рено комфортнее в части плавности хода. То есть вот эти вот нюансы, они, конечно, важны, но, как мне представляется, при выборе между этими двумя автомобилями, на первый план выйдет цена, которой мы еще не знаем для Лады X-Ray, и эстетическая составляющая. Что касается лично меня, то я бы выбрал все-таки Ладу. Она мне симпатичнее, мне приятнее на ней ездить. Продолжение следует...